Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Хотя сегодня мы будем говорить с вами не об уходе за кожей, а об уходе за волосами. Потому что волосы это та тема, которая периодически поднимается на моем канале. Обычно в контексте того, какой краской для волос я пользуюсь, и люди требуют немедленно назвать меня номер этой злосчастной краски, которой не существует, друзья, потому что я не крашу волосы. И у меня даже есть седые волосы, и периодически они поблескивают в кадре, но пока их не так много, волосы я красить не собираюсь. Перекратила я красить волосы, наверное, лет 12 назад, больше этого не делаю, и невероятно довольна этим. Волосы я свои стригу очень редко, примерно раз в год, но я слежу за их здоровьем, поэтому они у меня не секутся, хотя, конечно, немного сухие бывают на концах, не сейчас, потому что я вот только обстригла сантиметров 20, наверное, своих волос. Но немножко суховатые, потому что я часто выпрямляю волосы утюжком. И именно утюжок и свет ламп, которые на меня светят, и являются главной причиной блеска моих волос. Я бы сейчас вам с удовольствием могла бы наплести тут стрекорубы про какие-то удивительные средства, хотя я сегодня много вам покажу средств для волос. Но я думаю, что главная причина вот этого блеска, который вы видите в кадре, это свет от лампочек и утюжок. Вот он и весь секрет. Но, тем не менее, давайте я покажу вам свой уход. Кое-что покажу из того, что у меня уже закончилось, и кое-что из того, чем я пользуюсь сейчас. Вот такой вот шампунь и бальзам от бренда E.Cure. Ботаник, по-моему, он называется. Это единорожий шампунь и единорожий же кондиционер. Дерьмо редкостное, хочу вам сказать, причем сначала они мне понравились. К шампуню, в общем-то, у меня претензий нет. Он еще такого прикольного, по-другому просто не могу сказать, цвета. Он такой действительно весь переливается. А бальзам, сначала, ну, бальзам и бальзам. Волосы достаточно хорошо расчесываются после него. Но потом, где-то со второй половины этого большого флакона, здесь 240 мл, волосы-то начали у меня подсыхать. То есть этот бальзам очень недостаточно увлажняет волосы, при том, что он еще и отвратительно пахнет. Почему-то именно бальзам. Шампунь пахнет нормально, а бальзам какой-то, вот знаете, Кайн и Авель, какой-то в мире шампуней. Так что, честно говоря, порекомендовать вам не могу. Хоть нам обещают тут и ультраблеск, и увлажнение, и питание, и сберечь цвет волос. Сейчас, да, конечно, сейчас, два раза. Вот такие вот два средства у меня закончились. Это бренд Living Proof, наверное, может быть, Living Proof, наверное, Living Proof, шампунь и кондиционер. Это самые обычные повседневные продукты. То есть ничего они сверхъестественного не обещают. Они обещают чувство более увлажненных и более чистых, свежих волос, что это все и делает. Мне понравилось это и другое. Хочется мне дальше знакомиться с этим брендом. Но я считаю очень-очень-очень его достойным. Несмотря на то, что никаких чудес эта двойка не обещала, волосы были в прекрасном состоянии. Легко расчесывались, были увлажнены, такие блестящие, рассыпчатые. Мне понравилось. Покупала, кстати, я тоже это на iHerb. То есть бренд Living Proof продается на iHerb, кто спрашивал. Вот такой вот шампунь вам покажу. Кето Плюс. Он называется это шампунь для лечения и профилактики перхоти, а также отрубевидного лишая. Значит, кому подходит этот шампунь, кстати, имейте в виду, что не только для головы. Значит, он подходит людям, у которых перхоть и зуд головы вызваны грибком. Этим шампунем можно также мыть тело, если у вас малосезия фурфура. Как выражается малосезия фурфура на коже тела, это такие пятна, немножко похожие на псориаз, но менее агрессивные. То есть больше это похоже на какую-то пигментацию, скорее всего, будет. Такую красновато-кричневатую. Редко эти пятна чешутся и чуть-чуть, разве что, шелушатся. То есть все-таки от псориаза, который весь чешется и шелушится, безумно. Это очень сильно отличается. Так вот этим кето Плюсом можно мыть тело, снимает зуд, где бы у вас ни зудела, просто вот на 5 Плюсом. Не зря называется кето Плюс. Хорошая очень штука. Я вам сейчас пользуюсь для профилактики от зуда кожи головы. Помогает просто восхитительно, но не дешевый. Вот такой маленький флакончик, по-моему, 800 рублей в аптеке стоит. Из всех шампуней, которые я сегодня вам показываю, у меня есть несколько продуктов от бренда, по-моему, Натуры Сибирика, которые я сама себе не покупала. Мне их прислали по моей просьбе на обзор. И вот такой шампунь, новинка. Это бренда Натуры Сибирика. Их линейка Японика Сибирика. Закос, можно так говорить на моем канале, под азиатскую косметику. А шампунем пока что помыла голову два раза. Васаби Рут, новые волосы тут как тут, гласит нам формула этого шампуня. Запатентованная, между прочим, и номер патента указан, ребята. Так что не хухры-мухры. По двум разам вот этого применения он мне очень понравился. И здесь на первом месте, представляете, стоит вода, обогащенная гидролизованным протеином. То есть протеином белого люпина. Ничего себе. До чего дошел прогресс? Чего тут только нет, слушайте. Состав такой насыщенный. Экстракт курильского чая. Мама дорогая, что вы говорите? А вот чем я сейчас главным образом пользуюсь. И купила я это благодаря вам. Вернее, вы мне не про шампунь спрашивали, а может быть про уход для лица. Но вот этот вот бренд Монплатин все время фигурировал в ваших вопросах. Ксения, что вы думаете про бренд Монплатин? Я даже понятия не имею, что есть такой бренд. Тут я зашла в магазинчик, который продает израильскую косметику недалеко от моего дома. И решила взять на пробу вот такие вот, это миниатюры у них считаются по 100 мл шампунь, маска и средства термозащитные. Но у них есть и большие объемы, прям совсем большие салонные и большие для домашнего применения. Когда у меня вот это вот закончится, я возьму для домашнего применения и попробую что-нибудь еще. Потому что я просто в восторге. Как шампунь моет, как маска. Кстати, маска у меня очень необычная с черной икрой для объема, для тонких волос и поврежденных. Представляете, маска для объема волос. Вот и такое бывает. Шампунь у меня тоже для объема волос. Ну и термозащита тоже с экстрактом черной икры. Нравится мне очень сильно. Вот сегодня я помыла голову этим шампунем, бальзам, нанесла вот эту термозащиту. Турмозащиту. Очень мне нравится. Нравится мне. Волосы блестят, они такие рассыпчатые, мягкие. Они очень подавленные, хотела сказать. Они очень податливые, хорошо укладываются. Вот это вот, это да. И у них еще, если я видела, есть средства для укладки волос. Так что я думаю, что я забегу в этот магазин и там как-нибудь затарюсь. Запахи какие у этих продуктов. Боже мой, просто восхитительные. Вот этим вот я довольна очень-очень-очень-очень. Так что спасибо вам большое за ваши вопросы про бренд Монплатин. Вот такую штуку я купила. Брио-Жео Скальп Ревайвл. С углем, кокосовым маслом. Шампунь микроэксфолирующий. Вот так вот он выглядит внутри. С таким мятным сладким запахом. Знаете, как орбит сладкая мята. Вот такая у меня ассоциация. Здесь 236 миллилитров. Цена средства. Наверное, вы знаете. Будь здоров. Вы знаете, у меня какое-то смешанное чувство по поводу этого шампуня. Ну, он, конечно, однозначно мне нравится. Больше нравится, чем не нравится. Но шампунь от губ, который я вам когда-то показывала, мне кажется, что он мне нравится все-таки больше. Потому что шампунь от губ, он не только хорошо отшелушивал кожу головы, он и сам по себе действовал как глубоко очищающий такой шампунь. Здесь это средство не так сильно пенится. Я не так сильно чувствую его очищающие свойства именно волос. Но кожу головы он действительно очищает хорошо. Там, если в губ были частички, по-моему, сахара, которые при том, как вы массируете кожу, постепенно растворяются, здесь какие-то другие скрабирующие частички, которые прямо вот вы скоблите, и они так приятно чешут вашу кожу. Заслуживает ли этот шампунь своих денег? Вот какой вопрос меня мучает. Вы знаете, мне кажется, что нет. И как-то мне повторять его не очень хочется. Хотя он, безусловно, хорош. Может быть, если будет какая-то супер скидка, какое-то супер предложение, я еще и возьму его повторно. А так пока что сказать, что это лучшее скрабирующее средство для кожи головы, которое я пробовала в своей жизни, наверное, нет. Тем более у меня сейчас неоткрытая пачка стоит средству, по-моему, от The Inkey List. Новая их линейка для кожи головы у меня с салициловой кислотой. Вот. Я хочу, когда у меня вот это закончится, пробовать ту штуку с салициловой кислотой. Мне кажется, она тоже должна хорошо отшелушивать. Следующий продукт. Тоже я, мне кажется, проела плешь, потому что я показываю все время эту маску, только в разных вариантах. Это маска от Londo. В данном случае у меня это маска Fiber Infusion с кератином, мгновенно восстанавливает стержень волос. Но я пробовала все маски из этой линейки, и для окрашенных волос, и для таких, и для сяких. Они все, кроме этой маски, выглядят одинаково. То есть все те маски в серой упаковке с разными полосками, просто одна только вот эта такая золотисто-бежевая. Но как она восстанавливает волосы? И она действительно действует в режиме экспресс. То есть вы просто можете ее нанести вот на полминуты, когда очень торопитесь. И волосы уже такие увлажненные, гладкие, шелковистые, рассыпчатые, легко расчесывающиеся. Мне кажется, это пятая маска вот за все время, что я пробую Londo. То есть мне у них очень нравятся вот эти маски, они просто замечательные. А попробовала я их, когда Ривгош мне за какую-то покупку, по-моему, в интернет-магазине положил пробник этой маски, такой, ну, может быть, миллилитров 10. И вот я влюбилась совершенно в эти маски, и с тех пор их покупаю, покупаю, покупаю. Бюджетные средства от бренда Natura Siberica, которые я не покупала сама, мне их прислали. Но как же они мне нравятся? Первое, уже вам показывала, и эта маска у меня уже наполовину использована, это маска, которая называется Bio Hair Mask. Это биомаска, так называемая, для волос восстановления и защита. Здесь целый комплекс разных восстанавливающих компонентов. Есть какие-то аминокислоты, как я вижу, гидролизованный кератин и так далее, и так далее. Экстракт черной икры на одном из первых мест. Восхитительная просто маска, при учете, что она достаточно бюджетная. Хотя, как сказать, по-моему, больше 400 рублей она стоит. Для Natura Siberica это достаточно дорого. Ну, 150 мл здесь, завинчивающаяся крышка, что очень важно. Маска восхитительная. Такой блеск, такое увлажнение. Пахнет она достаточно приятно, да, но так нейтрально. Очень хорошее средство. И два вот таких вот средства. Одно смываемое, это обычный кондиционер из этой же линейки Bio с глубоководной сахалинской ламинарией, ультраувлажнение. И такое же ультраувлажнение, Aqua Booster, это спрей, он несмываемый. Как увлажняют волосы, слушайте, восхитительно. Когда смываешь вот этот вот бальзам, волосы аж скользкие такие, знаете, становятся под водой. То есть прям такие неуловимые, струящиеся. Потом такие мягкие-мягкие. Какие-то пушистые, неутяжеленные. Но голову я мою сейчас, наверное, через день, не каждый день. Но если видео снимаю каждый день, то каждый день, конечно. Но по моим ощущениям, они очень облегчают как-то волосы. То есть если вы моете волосы там пару раз в неделю, мне кажется, эта линейка вам подойдет. То, что волосы такие легкие, рассыпчатые. Несмотря на то, что эти бутылечки, может быть, вам кажутся маленькими, вот здесь вот, например, 250 мл. В этом вот спрее 120 мл. Ну просто чудесные продукты. Вот называются ультра увлажнения. Я полностью согласна, подписываюсь под этим названием. Вот эти вот продукты я вам уже показывала. Просто они такие экономичные, что еще у меня не закончились. Просто хочу напомнить вам, что они у меня существуют. Это Филипп Кингсли. Их эластицайзер. Эластицизер. Эластикизер. Не знаю. Эластицайзер, наверное, правильно? Так хочется сказать эластитайзер. Все-таки они эластицайзер. Так вот, этот продукт, который предназначается для нанесения перед шампунем. Я, конечно, не перед каким шампунем его не наношу. Наношу его после шампуня или на ночь. Очень неплохая штучка. Волосы более влажненные, такие легкие, свежие. То есть просто восстанавливающий крем, если хотите. Буду ли я еще покупать этот продукт? Нет. Не понюхала зачем-то и сказала я. Но он хороший. Меня натура Сиберика устраивает полностью. Ладор. Единственное средство, которое у меня осталось. Это их Miracle Volume Essence. Такая эссенция, которую вы наносите уже на вымытые волосы, влажные. И она придает волосам объем. Я бы не сказала, что она придает волосам объем. Я бы сказала, скорее, что она их уплотняет. То есть у вас такое ощущение, что ваши волосы, они как бы немножко толще и их больше. Но вот сказать, что прям эта сыворотка приподнимает, знаете, волосы. Нет, такого нет. Ну, по крайней мере, на моей длине волос. Возможно, на более коротких волосах эффект будет другим. Но мне эта штука очень нравится. Единственное, что конца и краю ей нет. 250 грамм. А я вот сейчас смотрю на свету. У меня тут только четверть использована. Ну, действительно, потому что нужна одна маленькая горошинка. Я вот так вот распределяю в руках и массирую волосы. И все. И вот такой вот продукт. Почему такие названия? Скажите, пожалуйста, производители. Вы хотите поглумиться надо мной? Сэхэджуан Стокгольм Овернайт Hair Repair. Это восстанавливающий такой крем, который, по идее, нужно наносить на ночь. Почему на ночь, никому неизвестно. Я наношу его и днем, и на ночь, и когда мне угодно. И вот что мне нравится. Ой, это запах этого продукта. Пахнет каким-то очень приятным, таким морским, может быть, ароматом. Восстанавливает волосы очень хорошо. Стеклянный такой флакон. Выглядит презентабельно. Вот что мне нравится у этого бренда. У них всегда такие очень лаконичные, но зачастую презентабельные упаковки. Волосы восстанавливает неплохо, увлажняет. Опять же, вариант такого легкого крема. Куплю ли еще раз? Наверное, нет все-таки. Я вняла вашим просьбам. Я показала вам свои продукты для волос, которыми я пользуюсь. Я не гарантирую, что вам они подойдут, потому что все-таки я не крашу волосы. Если вы красите волосы, или у вас там есть какое-то ламинирование, химическая завивка, это все вам может не подойти. Потому что это для обычных волос, ничем особо не травмированных, кроме какой-то укладки тепловыми приборами. Можно так сказать? Укладки тепловыми приборами, это как будто я батарею волосы накручиваю, знаете, стояк в ванне. Нет, ну как это называется? В общем, вы поняли, термоприборами, наверное, вот так вот. Я надеюсь, что, тем не менее, мой обзор вам помог, как-то ответил на многие ваши вопросы. Если есть вопросы внизу, обязательно оставляйте. Если есть чем поделиться, ваши любимые средства для волос, то, пожалуйста, уж не держите в себе этот секрет, напишите, чем вы пользуетесь и что вам нравится. Всего хорошего, пока! Субтитры создавал DimaTorzok